Здравый смысл Пройдя некую трансформацию, мы создали для вас здравый смысл. Программа о мотивации и вдохновении по понедельникам. И сегодня по этому случаю первый гость обновленной программы, мастер трансформации тела и духа, фитнес-тренер, специалист по правильному питанию, амбассадор федерального проекта «Забег РФ» Денис Гафиулин. Доброе утро, Денис. Всем доброе утро. Доброе утро. Так или иначе, все мы на протяжении определенного времени проходили некую трансформацию, были ограниченными определенными условиями. И сейчас мир потихонечку меняется, все начинает как-то возобновлять свое движение, и жизнь опять начинается. Как сейчас привести свое тело и мышление в порядок? С чего начать? Есть ли какие-то простые советы, может быть, шаги, с чего начать, чтобы не переусердствовать? Надежда, да, есть простые элементарные шаги, которые может сделать каждый человек, и давай я также начну с простых шагов, их порядка 10-12 мы обозначим, чтобы человек по пунктику понял, что зачем ему сделать, чтобы выйти с этой такой, наверное, апатичной истории. Первый пункт и первый шаг – это, наверное, все-таки принять и осознать, что все-таки человек набрал, что произошло, что-то не так, что он оброс лишними килограммами. То есть это важно, потому что принятие не исключает действия. Человек, когда решает идти в тренажерный зал, ему первично нужно сначала принять и признать то, что он все-таки, блин, я потолстел. И далее сделать первый шаг, то есть желание сделать себя лучше. Это, наверное, первый шаг, с которого начинается вся история трансформации. Далее – это, конечно же, сделать первое простое конкретное действие. Потому что большинство людей, когда хотят похудеть, начинают читать паблики, заказывать форму, читать о похудении, читать о том, как тренироваться, вместо конструктивных действий, которые будут прямо линейно вести их к результату. Это пробежка, это пойти записаться на занятия, просто в зал, просто что-то сделать, что поможет здесь и сейчас человеку. Но нужно в любом случае, я знаю о работе мозга, начать с чего-то простого, чтобы завершить какое-то простое действие. Вот что бы ты посоветовал? Что бы я посоветовал, это просто прямо сейчас сделать какую-то минимальную 15-20-минутную тренировочку. И именно не в интенсивном режиме, а в комфортном. Потому что мы все немножко закисли, были подвержены гиподинамии, и мы были лишены движения. Поэтому стоит сразу понять, что мы на процентов 30-40 все, даже тренера, стали слабее. Поэтому не сравнится наша форма до карантина и форма, которая сейчас. Поэтому нужно очень аккуратно и лояльно подходить к своему телу. Понимать, что наши возможности именно пока упали, их нужно восстановить. Далее не наказывать себя. Вот это тоже очень важный шаг, когда человек ел безмерно, не двигался, возможно, запивал это алкоголем. И в какой-то момент он решает, что, блин, скоро же все-таки лето, намеки на лето есть, солнце радостно заглядывает в окошко. И он решает. Ну, зачастую это бывает она, что все, завтра два яблока, и безудержно буду выполнять тренировки, бёрпи от заката и до рассвета. И тем самым она впадает в другую крайность, когда начинает наказывать себя, изнурять тренировками раз, два, три. А в какой-то момент организм не может постоянно это преодолевать в формате изнеможения. И она бросает это дело, договариваясь сама с собой и объясняя себе, что, может, я и не совсем этого хочу, может, я и так нормально выгляжу. Это знакомая история, кстати, для большинства. Да, это большинство. То есть соглашаться с меньшим, нежели они могли бы, потому что они начали не с того конца и, возможно, не в том подходе. Вот эту всю историю своей трансформации. Следующий момент, который я сам сделал на карантине и рекомендовал всем своим клиентам и просто моим подписчикам, это удалить осознанно из дома все продукты, которые играют сейчас против тебя. Потому что это просто невероятно важно. Это вроде простой совет, который все знают, откуда трезвонят из всех утюгов, как говорится. Это какие продукты? Это сахар в любых его продуктах? Это сахар, это углеводистая пища. Ну, вот самое вредное, что вызывает какие-то воспалительные эффекты, что прямо и очень быстро ведет к ожирению. Потому что наш мозг – это такая хитрая штука. Когда ты купил в магазине что-то и заныкал дома печенюшку, ну, на всякий такой черный день, в надежде, что когда ты до нее доберешься, но не сейчас, он всегда тебя приведет за этой печенюшкой, ты ее захоботишь. Потому что это наш мозг, и поэтому нужно прямо удалить это все из дома. И когда тебе захочется что-то скушать и как-то немножко себя порадовать, ты пойдешь, и, в принципе, этого не окажется. А в магазин ты уже, скорее всего, лишний раз не придешь. А чем заменить тогда? Я вот, например, в своей личной жизни заменяю это петрушкой свежей. И, в принципе, вот есть такой момент в психологии, да, и в работе с психологией пищевого поведения – это заменить хрустящими овощами, потому что вот этот хрустящий эффект и жевательный, когда ты что-то хрумкаешь, он снимает вот эту пищевую раздражительность. И то есть ты немножечко успокаиваешься, да, палочка сельдерея, возможно, огурчик. Вот это действительно такой лайфхак, который я сейчас вам говорю, он работает. Я на себе пробовал, на моих клиентах пробовал, и сначала тебе будет казаться, что ты не получишь от этого удовольствия, но когда ты хрумкаешь, ты просто уже поймешь, что тебе не так и хочется эту печеньку и вот эту мармеладку, допустим. Поэтому вот это рабочий лайфхак. Далее, конечно же, по статистике все мы многократно начали больше потреблять алкоголя. А, как правило, алкоголь не заканчивается историей об одном алкоголе. С алкоголем всегда что-то есть сопутствующее, поэтому однозначно… Но он повышает аппетит, безусловно, и… Безусловно, да, и мы не можем просто пить алкоголь, мы сразу начинаем что-то заказывать и заедать. И чувство аппетита просто в разы возрастает, и мы потребляем столько, сколько бы без алкоголя, в принципе, не потребили. Поэтому его обязательно нужно либо сократить, либо вообще исключить это в лучшем случае. Вот это обязательная мера, потому что по-другому не получится. Далее, как я сказал, это начать ежедневные тренировки по 20-30 минут хотя бы. Почему именно по 20-30 минут? Потому что психологически человеку будет легче начать. Когда ты представляешь, что у тебя тренировка час или полтора или два, тебе сложно даже сделать первый шаг. Согласна. Да, человек ходит. А с чего начать? Вот, окей, выделила я 20 минут, да. Какие упражнения, хотя бы, может быть, какой-то минимум, который я сейчас могу запомнить? Ну, и наши слушатели тоже. Это, допустим, базовое, хотя бы взять элементы йоги, да, поработать с позвоночником, наклончики вправо, влево, вперёд, назад. То есть активировать наш основной энергетический канал, запустить энергию в нашем теле, запустить наши основные насосы. Это приседания с подъёмом на носки в верхнем положении, что я часто рекомендую своим клиентам в профилактике застоя. И активации всех насосов. Вот. Возможно, какой-то лёгкий бег на месте или выполнение упражнения джампинг-джек. Просто, чтобы кровь поциркулировала и человек продышался, либо это на улице, это вообще будет круто. Если дома, то, конечно же, открыть окно, чтобы не было такой гипоксии и нехватки кислорода при повышенной активности. Это тоже принципиально важно. Поэтому дома нельзя выполнять высокой интенсивной тренировки в закнутой коробке, потому что это навредит больше человеку, чем поможет. Вот. Далее момент это, вот ты спросила, что же ещё можно начать. Это, возможно, снова выполнять зарядку. Потому что большинство вот их так затянуло, это яма депрессии и апатии, что они просто забили на какие-то вещи, которые делали раньше. Снова вернуться к зарядке и выделять 5-10 минут. Просто потянуться. Просто выполнить какие-то гимнастические упражнения. В интернете их просто множество. Или взять же эту йогу сурья намаскар, которую выполнит каждый, и всё, человек почувствует себя по-другому. Ему не захочется потреблять какие-то непристойные гадости на кухне, и мир снова забьёт другими красками. Вот. Как и я говорю на своих каких-то эфиров, историях, что нужно просто сделать какое-то движение, и оно породит энергию. Потому что под лежачий камень вода не течёт, и мы начали все закисать. И чтобы нам из этого выбраться, нам нужно движение. Люди просто недостаточно осознают, что спасение-то идёт через движение, через многогранное движение, через какую-либо активность. И всё. И тогда одно за другим, по принципу домино запустится. Начнётся вот этот выход к той счастливой, здоровой, яркой жизни. Вот. Хотела спросить про питьевой режим. Нужно ли его уже сейчас менять? И как вообще здесь ты, как фитнес-тренер, что можешь здесь добавить? Про питьевой режим – это постоянная история. И вроде все говорят о воде, но почему-то этим пренебрегают. Вода – это вообще основа здоровья, основа состояния здорового человека, потому что вода, она участвует во всех обменных процессах. Недостаточное количество воды мешает организму очищаться, а достаточное количество воды помогает организму очищать. Это за счёт воды преимущественно происходит. Поэтому вода ежедневно должна поступать в нас в необходимом количестве, ну, минимум литра-полтора. Это чистой воды. Также мы кушаем суп, чай и так далее. Это не входит в этот объём, да? Да. Поэтому вода просто необходима. Нет здоровья без воды. Вот я так скажу. Хорошо. Ещё в начале ты говорила о том, чтобы не брать сразу там высокий верес, да, когда речь шла о том, что с завтрашнего дня там пробежка и два яблока в день. Как всё-таки с чего начать? Может быть, что-то одно убрать или что-то одно добавить? Вот тут прям такое что-то минимум, чтобы не напугать наш мозг. Да. То есть всё или ничего. Это, конечно же, такая история не совсем долгосрочная и перспективная. Поэтому, возможно, вычищение домашней продуктовой корзины с постепенных шагов. Сегодня я убираю конфеты. Окей, 2-3 дня я без конфет, но позволяю себе ещё печенюшку, к которым так привык. На следующие 2-3 дня я убираю уже булочки, хлеб. Всё. 2-3 дня я проживаю. Вот. И такими шагами, одно за одним, мы убираем. Поэтому вот как раз я использую даже подход такой в работе с клиентами, что когда он приходит, я его не сажу на какую-то диету. Мы идём шагами. Убираем самый вредный мусор. Потом ещё одну линейку продуктов. Потом уже самое сложное, от чего ему действительно тяжело отказаться. И его будет ломать, ему будет тяжело. Как говорят для курильщика, самое сложное – это первые 2 недели. А потом уже становится легче. Вот тут то же самое. Нужно перетерпеть. И нельзя отказаться сразу от нескольких наркотиков разом. Одновременно, да? Да, то есть нельзя отказаться от сигарет и углеводистой пищи. Потому что, ну, тебя просто разорвёт. Исключаем сначала что-то одно, потом другое. Да, да, конечно, постепенно. Этот принцип тренировочный и жизни всегда от простого к сложному идём. Он работает, и он неизменен всегда. Если мы хотим долгосрочный результат. Благодарю. А ещё, может быть, какие-то твои личные… Вот что лично тебе позволяло оставаться в форме, на плаву в течение этого времени, когда не было возможности тренировать своих клиентов в зале? Наверное, мне всё-таки помогало осознание того, что через движение я наполняюсь энергией, что именно когда с утра я выполнил мини-тренировку, выполнил зарядку, это даёт мне энергии на выполнение каких-то конструктивных действий, на поддержание активной жизненной позиции. То есть, когда я, допустим, с утра не выполню что-то, но мне просто ничего не хочется, я просто лежу, как тюлень, у меня нет желания, нет силы. И вот такое состояние, вроде бы ты отдохнувший, но ты абсолютно пустой, у тебя нет энергии, ты вялый, апатичный. А с другой стороны, я могу физически устать, выполнив с утра тренировку 20-30 минут, вспотеть. Да, вот этот важный ещё элемент очищения организма, когда ты выделяешь пот, быть физически уставшим, но при этом настолько бодрым и энергичным, и желание свернуть горы в этом мире, что тебе хочется изучать, правильно использовать время. Да, у нас было столько освободившегося ресурса для тренировок, для себя, для познания чего-то, для изучения чего-то нового, но люди, скорее всего, этим пренебрегли, потому что у них не было энергии, а просто стоило выполнять какую-то активность, после чего у них появилась бы энергия для реализации своих вот этих долгих планов, которые они всегда откладывали. Поняла этот важный принцип, движение наполняет тебя энергией, правильно? Движение порождает энергию для большего движения, вот я так скажу. Ещё важный момент, это, наверное, всё-таки заручиться поддержкой близких. Вот это просто невероятно важно, когда люди находятся в семье, а, допустим, девушка решила всё-таки вернуть себя в форму, в ту бывалую, в какой она когда-то была, а мужчина при этом придерживается своей стратегии карантина. Это пицца, это, возможно, алкоголь, это пельмени с майонезом, и они же живут в одном доме, в четырёх стенах, и, соответственно, психологическая нагрузка на девушку, которая решила похудеть, она будет просто невероятно высокая, и рано или поздно она сорвётся. Поэтому важна поддержка близких, договориться с ними, что если уж ты решил продолжать такой режим, то будь добр, давай, иди на кухню, чтобы я этого не видела. Потому что это история, когда один начинает, а другой стягивает вниз, скорее всего, его стянут вниз, её. Поэтому поддержка близких невероятно важна. А если этой поддержки нет, самому себе мотивировать каким образом? Тем, что мы с тобой сегодня говорили о том, что когда ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, потому что очень многие мотивируются от. Например, когда они набрали уже 100 килограмм, тяжело дышать, начинается отдышка, начинаются проблемы с здоровьем, тогда вот эта мотивация от, скажем так, от чего-то. Ну, морковка спереди, морковка сзади, да, это вечный принцип мотивации. А когда ты всё-таки один, и ты ищешь какие-то источники мотивации, ну, мне, вот, да, лично для меня, это просто перспектива и понимание, что здорового человека не может быть без движения. И желание улучшаться ежедневно, это, мне кажется, ну, вообще цель каждого человека. И вот тело, оно как аватар, и вот эта машина, которая служит нам по жизни. И, на мой взгляд, ты должен ухаживать за этим телом, любить его, уважать его, тем самым поддерживая его в отличном состоянии, чтобы служить каким-то своим высшим целям. Вот основная мотивация идёт через осознание и понимание того, что это даёт, что фитнес — это не про гантельки в зале поднимать, а фитнес — это про жизнь, движение — это про жизнь. Поэтому вот понимание этих вещей вроде бы элементарных, но, возможно, настолько глубоких, что в процессе тебе не нужна какая-то мотивация внешняя, чтобы кто-то «гэ-гэ-гэй, давай-давай» на тренировку. Ты просто идёшь и делаешь, потому что ты знаешь, что это тебе необходимо, чтобы быть здоровым, чтобы иметь здоровых детей, чтобы быть примером для своих детей, чтобы поддерживать хорошую интеллектуальную деятельность, чтобы быть успешным на работе. Все ведь профессора, которые чего-то добились, люди, которые добились, они все понимают важность движения и тренировок в своей жизни. Они не ставят рекорды на тренировках, они занимаются в своё удовольствие. И вот это как раз важный критерий, которому я подвёл, что тренировки должны быть в удовольствии, чтобы ты смог продолжать заниматься длительное время. Потому что каждый день, ставя рекорды, рано или поздно ты сдуешься. Тренировки должны приносить удовольствие, и это может быть не только фитнес, это бодифлекс, йога, пробежка, растяжка. Ну, любая активность, которая человеку по душе. И тогда ты с этим пройдёшь всю жизнь и получишь такое удовольствие, что ты бы без активности такое не получил. Здорово. Я ещё заметила, что в нашей студии, в нашей программе были разные герои, и все они рассказывают, что когда ты идёшь в трансформацию через тело, тебе проще менять личность. Конечно, всё изменение начинается через тело. И это же не зря в принципе в йоге есть такой принцип. Через работу с телом приходит какое-то осознание, и это действительно так. Это есть такой, возможно, не совсем объяснимый закон жизни, что работа с телом меняется много. И я на своих клиентах убеждался, и я им в принципе это показывал, что когда человек худеет на 50 килограммов, у него появляется энергия, он начинает больше зарабатывать. У него появляются дети, в конце концов, которых они не могли несколько лет сделать, потому что лишний вес просто это не давал, и это невозможно. У него начинают друзья новые появляться, не те, с которыми он уже пил и объедался в бане каким-то неконструктивным способом. Более-таки высшие ценности. У него начинает появляться какая-то свобода в жизни, потому что когда ты 150 килограммов весишь, ты не можешь попробовать аттракцион, ты не можешь проехаться на чём-то ещё, потому что там ограничение 120 килограммов. Вот это прямо конкретный пример про моих клиентов. И жизнь просто становится открытой перед тобой, когда ты просто похудел. И вот как раз история через тело поменялась жизнь вокруг. Мы стали отражать немножко другую картину, потому что провели большую работу с собой. Да, мне нравится эта философия. Она мне близка. И сейчас, вот что лично я использую, да, вот прямо такой лайфхак, это контрастная процедура. Сейчас просто невероятная важность имеет вот эта холодная вода. И зимой людям тяжело начинать обливание, закаливание, контрастная душа, ну потому что холодно, зябко, ну как-то не так. А сейчас, когда солнышко уже заглядывает, дома становится достаточно тепло, мы просто обязаны начать вот эту процедуру закаливания. Хотя бы умывать ноги холодной водой, потом приступить к контрастному душу. Горячий, холодный, горячий. То есть принципиально закончить именно горячей водой, чтобы стимулировать вот этот отток. Пусть сначала она будет недостаточно ледяной, потому что большинство людей, кто не практиковали душ, им будет тяжело. С прохладной, с тёпленькой. С прохладной, тёпленькой. И я обещаю, что люди просто почувствуют, насколько энергия в их теле поднимется. Им уже не захочется есть какую-то пакость. Им захочется двигаться в этот день и так далее. Тем самым мы ещё укрепим иммунитет, потому что у всех сейчас они очень ослабли. Мы были лишены адекватного питания, свежего воздуха. Движение и иммунитет 20-30% просто у нас упал. А у кого-то ещё и больше. Вроде сидим дома, а все болеем. Ну вот, это история моих клиентов. Вроде никуда не выходит, а где-то продуло. Я благодарю за интересную программу, которую мы сделали вместе с Денисом Гафиулиным. Это фитнес-тренер и специалист по правильному питанию. Спасибо. Вам спасибо за приглашение. Очень был рад поделиться. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравый смысл.